Космосток 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 Если так считать, лет восьми получается. Лет шести, наверное. Как ритм первый раз почувствовал? Как, наверное, паян показали. Хорошо. Про паян не знаю. Ну, такая же ситуация, да. Ну, вот на барабанах, наверное, лет с семнадцати. Так, вас можно узнать? А я с детства под кадры шоу пел. Вот она прям вышла. Естественно, под кассету. Под кассету, понятно. Так, скажите, пожалуйста, что сейчас нужно рок-группе? Вот вы втроем, да, как это, бьетесь сколько лет? Что надо? Мне в рок-группе нужны зрители. Зрители. И хорошая музыка. Музыка. Что еще? Ну, побольше пива. Пива. А деньги? Финансирование? Источники инвестирования? Так я же сказал, а публика. Понятно. Так, скажите, пожалуйста, вот говорят, что все творческие люди – это психи. Это правда? Конечно. Ну, наверное, да. В чем дрожать? Нет, я нормально. Нормально? Да, естественно. Ну, пусть они нормально. Да, что мы еще спросят? Вот, такой вопрос. Мешает или помогает музыка в вашей личной жизни? Не мешает, точно. Ну, и не помогает. Вся вместе. Вся вместе. Ну, все, большое спасибо за ответы. Добрый день. Я вас категорически приветствую. Я хочу услышать от вас три честных ответа. Хорошо. Назови пять вещей, которые всегда с тобой в карманах на рок-концерте. Бумага, зажигалка, открывашка, немного денег. Еще? Дальше не для интервью. Дальше нельзя. Все. Так, а что заставило тебя сегодня прийти на апрельский трэш? Меня заставил зов души. Он сказал, что нужно дико угореть в чаду плитежа, например. Да. А как насчет Юрия Гагарина, который полетел? Юрий, Юрий мотивирует нас развиваться, идти вперед. Я считаю, что сегодня мы вспомним данного образа человека и так же дико ломаем о нем за вперед. Звезды. Да, конечно. Все, спасибо. Мы сейчас возьмем интервью группы Explosion в городе Белгород. Вы к нам уже приезжали. Значит, такой вопрос. Вот скажи, пожалуйста, со скольки лет ты поешь? Шестой класс, это, наверное, сколько? Это 11-6. С первого класса, потому что 6-6 лет. Ну, это связано с выступлением в хоре было? Или как тебе самому? Это музыкальная школа. Музыкальная школа, классическая музыка. Музыкальная школа с первого класса, 6-7 лет. На что? Какое-то фоно? Нет, специально с вокалом. А, на вокал даже? Две музыкальные школы. Две музыкалки. Вообще супер образование. Так, а вы можете сказать? Вопросы. Сколько лет вы играете? Это я лет с 13, наверное, начал. Ну, нигде не учился так, самоучка. Так, хорошо, такой вопрос. Это не связано никаким. Вот, смотрите, что сейчас нужно рок-группе? Вы на сцене уже достаточно давно. Какие трудности у вас или, наоборот, желания? Что вам не хватает? Что нужно? Рок-группе? Да. Рок-группе... Нет, давайте это, это общий название. Рок-группе. Рок-группе, да? Рок-группе, да? Рок-группе. Я думаю, в группе нужен байк, что там еще, виски и девка. Рок-группе, да? Рок-группе. Рок-групп, да? Типа того. Как обычно. Так, а ты сейчас и находишься, скажи мне. В клубе Герц, город Орел. Да, навигатор открыл, да? Смотри, чтобы определиться. Так, хорошо. Скажите, пожалуйста, кто придумал название вашей группы? Я придумал. А с чем это было вызвано? А я думал, ну, что-то, какие-то вещества там посмотреть, может, взрывоопасные, не взрывоопасные, а вообще какие-то медикаменты в поваренной, да, книге анархиста просто листал название, ну, и вот почему-то это сразу приглянулось. То есть такая взрывоопасная смесь, горючая, летящая, быстро вспоминяющаяся, да? Так, и такой вот еще вопрос. Каким вы видите себя через 10-15 лет? Какой ты будешь? Старый. Старый. А ты какой будешь? Будем играть. Таким же только раскачанным, раза в два, в три больше, да, и все. А как вы? Старым. Депрессивно, здорово. Дедушка таким с палочкой, да? Ладшую. За всех сил будем стараться. Хорошо, и последний вопрос. Правда, что все творческие люди психи? Ну, каждый по-своему в какой-то степени, в какой-то направлении. В части, да, есть эта тема такая, да. Ну, мы сейчас занимаем достойную нишу в обществе, на социализированную. Депрессивно очень влияет, да, на все то, чем... Так сказать, тихие-тихие-тихие. Тихие-тихие-тихие. На то же совсем другая история. Это стереотипы, я не согласен. Хорошо. Как же мне разыселить этого человека? Он самый нормальный просто. И что бы тебя ударить, что сделать, чтобы ты уже улыбался? Нет. Здоровье, да. Здоровье. Хорошо, скажи нам, пожалуйста, что значит дико угореть? И чем это отличается от «угореть по сатане»? Дико угореть? Это чуть позже, чем угореть по сатане. Ну, просто что меньше диапазон из табора? Или пример? Ну, просто нажраться, например, это «дико угореть». Угорать по сатане – это как? Дико угореть по сатане, ну, ты нажраться еще и дико угореть по сатане. И сжечь маленькую картонную церковь Да, это по сатане В этом ролике, когда блокметал учит девушку свою, как надо играть со спичками Да, именно так Все, хорошо Спасибо вам тоже До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Водка это лекарство? Нет Это настойка для души Так, ладно Если у тебя есть 200 рублей Какие 3 вещи ты купишь в магазине? Настойку поверишь? Не знаю Вообще никакие Сожжешь, кремируешь Да нет, сохраню, скоплю Хорошо, а у тебя эти 200 рублей? Если у меня 200 рублей Не знаю, у меня Черивка есть Все есть Посещают ли тебя мысли постричься наголо С чем? Наголо? Нет, нет А вас посещают или не посещают? Неохота никогда была выбраться Не знаю, когда вот с дядькой сено собираем Бывает жарко дюжа Немножко можно посвежее Так, хорошо Что такое дико угореть? Оторваться Как в этот раз? Да Это как в последний раз А такой вопрос Чем отличается дико угореть от угореть по сатане? Ничем 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 А зачем такая терминология запутанная? Придумали для обозначения Да? Да, это дети Это дети Это дети Это дети Ты разводишь детей Ну ты что? Я развожу детей Я развожу детей Товарищ корреспондент Вы разводите детей Ничего нет Дети вам по сколько лет? Нет Ты что, куришься, а? Бросай курить Я махорку Боксом занимайся Ходите в секцию дзюдо Вы зачем пришли на майский трек? На апрельский трек Мы пришли, чтобы угореть от этого мужика Правильное воспитание молодежи Вот Показатель Спасибо Возьмите Извините Пор TOM ПО ТВ Скажите, пожалуйста, что сейчас нужно рок-группе? ПО ТВ Рок-группе? Деньги Деньги и вдохновение, творчество и талант. Хорошо. Скажи, пожалуйста, волнуешься ли ты на концертах? Ну, это естественно нормально. Но нужно справляться с этим. А как можно представить твой самый большой страх как музыканта? Вот что самое страшное, допустим? Ты не знаю. Не знаю. Все что угодно может случиться. Я просто сейчас уже по поводу этого не парюсь. И не надо думать об этом, потому что надо думать о игре. О выступлении. Я переживаю, что если кто-нибудь нажрется из музыкантов и не сможет выступить. Вот, как мне хуже сегодня труба по поводу. Лег он, бедный человек один. И его просто кинули. Уроды. Уроды. Ой, кого мы видим? Кто-то спускается по лестнице. Мистер Пикклс, да? Посходите к нам, пожалуйста. А что вы тут делаете? А мы тут ходим, спрашиваю. И разговариваю. Разговоры разговариваю. Скажи, пожалуйста, каким ты видишь себя через 10-15 лет? В принципе, таким же молодым, святощим, юным и красивым. И моргал, короче. Естественно. Не умирающий. Хорошо. Никогда. Никогда. Бессмертный. А где ты сейчас находишься? В концертном зале Герц. Вот. Мы потом спросим после концерта, вас такой же вопрос зададим. Посмотрим диапазон ваших ответов. Я думаю, не поменяется. Не поменяется. Хорошо. Скажи, пожалуйста, какой твой любимый алкогольный напиток? Куньяк. Куньяк. Ну, аналогично, кстати, да. Что значит дико угореть? И чем это отличается угореть по сатане? Дико угореть, это значит угорать так, чтобы трясли стены. И при этом не уходя за рамки дозвольного. А угореть по сатане, это угореть так, что потом наутро будет плохо. Ну, там член на публике показать приблизительно. Будет плохо, стыдно и неприятно за себя на следующем. Ну, то есть, когда утром становится стыдно, да? Да, очень. Добрый день, Дон Грачёвов. Вы готовы ответить на несколько наших вопросов? Да, конечно. Несколько слов из нашей собачьей жизни, да. Вопрос номер три. Водка – это лекарство или нет? Да. Лекарство. Без критерия. Да. Хорошо. Назови, пожалуйста, пять вещей, которые всегда с тобой на ром-концерте. Водка, блин. Что, чего, сигареты? Морда размазывает. Да. Ляпая. По карманам пошарь, что-то возили. Лучше не рассказывать, да? Презевать. Хорошо. Можно мужчина без этого пойти. Конечно. Да, хорошо. Вас восхищают мысли постричься на... Да. Да я это уже... Да, ну, страшно. И такой вопрос. Что значит дикого варить? Увидеть. Субтитры сделал DimaTorzok Добро. Добро. Добрый день. Скажите, откуда вы? Из города Монсенск. Вы приехали поддержать какую команду? Группу Панвал. Мы тоже ее сильно уважаем и поддерживаем. Я хочу вас как женщину-женщину спросить, если бы ты на один день стала мужчиной, что бы ты сделала? Попробовал бы позаниматься сексом с женщиной, ощущать себя в теле мужчины, чем отличается? Если бы ты стал на один день женщиной, что бы сделал ты? Ну, наверное, логично, что я бы переспал с женщиной и посмотрел, как я это делаю. Если бы жизнь твоя была с Ильямом, то как бы он на себя назвался? Мне кажется, это очень тяжело. Просто, не знаю, Варвара, я не знаю, что-нибудь такое. Скажи, пожалуйста, водка это лекарство или нет? Ну, конечно, это лекарство, потому что, как говорил Паук Тройский, он использует водку как кокаин или героин. У нас панки. Самые лучшие в мире, воистину. И я даже один из подвала приехал, чтобы не подъехать. Молодец, молодец, Варвара. Сейчас мы зададим пару вопросов легендарной группе с городом Ценск под названием «Подвал». Эта группа не собирает стадионов, но зато она делает все то, что надо делать в подвалах. Вы часто в своих роликах говорите «Угореть по сатане». А чем отличается «Дико угореть» от «Угореть по сатане»? У практически все это то же самое, просто так угар не выглядит. Атрибутика какая-то присутствует, когда так вот по-другому? Ну, «Подсадане» это просто вообще там, я не знаю, просто адово. Это вообще адово, вообще-то. Хорошо, спасибо. Так, а скажите вы теперь. А что вам сказать? А какой ваш любимый фильм? Не знаю. «Эммануэль». А кто придумал название вашей группы? «Подвал»? Да. Да как-то сам просто думал. Какая-то идеологическая подоплека это есть? Ну, как бы «Подвал» характеризуется чем-то, что просто запретные вещи, вот, все такие анархические, в общем, и то, что музыка, в основном, не везде ее примут на сценах, вот. Такая она вот, дебоширная. То есть, получается, все, что делать нельзя, ты делаешь в подвале, да? Ну да, врачи все так, да, да, можно сказать и так. Что сейчас нужно рок-культуре? Больше играть музыки нормальной, нужны хорошие музыканты, которые знают свое дело, больше реально нужно больше делать. У нас в «Орле» больше разговаривают, и если даже есть какие-то рок-коллективы неплохие, они настолько ублюдочные, да, такие страшные, печальные, да, вот такой комплимент. Они не развиваются, они никогда не идут, и поэтому это на развитии подпольном, людям стыдно выйти на публику, им стрёмно, что ли. Музыкант должен сам развиваться. Абсолютно. Вот, самообразование, и оно не кончается, да? Конечно. Музыкант должен сам развиваться. Сейчас мы спросим несколько вопросов у почетного гражданина города Орла, Насима. Скажите, почему на трубе играют, а по батареям стучат? Потому что по приколу, наверное. По приколу. Хорошо. Так, такой еще вопрос. Если у тебя есть 200 рублей, какие три вещи ты купишь сейчас в магазине? Сигареты в первую очередь. Вас посещают мысли постричься на голову? Я и так бритый. Хорошо. А еще скажите, а нужен для России новый рок-герой? Они нужны всегда. А какой он должен быть? Ну, какие качества он должен быть? Алкоголик. Скажите, как вас зовут? Антон. Антон. Водка – это лекарство или нет? Лекарство. Лекарство. От каких болезней? Ото всех. Ото всех. Универсальное лекарство для людей, да? Так. Назови, пожалуйста, пять вещей, которые всегда с тобой на рок-концерте. Деньги, телефон, кредитная карта, да и все, наверное, в лучшем языке. Представьтесь, пожалуйста, ну как мы будем там? Ну, Саша погонял Ларик. Ларик. Ганс. Ганс. Скажите нам, пожалуйста, ребят, вы в теме давно, правильно? Да. Ну, лет 20. Вы в ней живете. Вот скажите, пожалуйста, что заставило вас сегодня прийти на апрельский трэш? Просто отдохнуть для души, вспомнить молодость. Оттянуться. Оттянуться. Вот, и вопрос такой сразу про оттянуться. Вот сейчас молодожь не вдупляет. Чем отличается дико угореть и угореть по сатане? Они теряются, ответите на это. Ну, дико угореть как бы. Для нас раньше было просто прикид и тусануться на тусовке. Раньше было тяжело на сэшн сходить. А угореть по сатане это? А угореть по сатане, ну, это, я думаю, это их не термин молодой, поэтому это глупо. Как бы они для себя придумали, но... Ну, понятно. Так, скажите такой вопрос. Назови пять вещей, которые с тобой сейчас в твоих карманах на рок-концерте. Телефон. Ага. Все, наверное. Все. Спички, зажигалка. Спичка, вот уже три еще. Спички, зажигалка, бабки. Бабки, правильно. Ну и баклам пива. Баклам пива. И такой вопрос, одиозный. Нужен ли России новый рок-герой? Да. Какой он должен быть? Он должен быть неформальный, но поддерживать как бы и политику, и наше движение. Субтитры сделал DimaTorzok Дiformа. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать. Добро пожаловать. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать.